Всем огромный привет! Вы на канале Ирина Ковальчук. Сегодня я буду готовить драники, но это будут не совсем картофельные, которым все уже привыкли и никого ими не удивишь, а это будут тыквенные драники. Мне кажется, что отличный вариант для быстрого прихода гостей, если вы хотите кого-то удивить. Понадобится мне тыква, картофель, я уже почистила лук, почистила, чеснок, несколько зубчиков, яйцо, несколько чайных ложек сметаны, мука, сейчас все ингредиенты в виде овощей нужно измельчить и как вы это будете делать, в принципе, это уже не имеет значения. Обожаю, когда не нужно особо заморачиваться над формой, размером, все можно вот так закинуть и буквально через минуту все готово. Закидываю вместе с картофелем и лук и чеснок, так блюдо приобретет какую-то однородную консистенцию. Фиксируем все в комбайне, включаем. На таймере у меня видно, что прошло всего лишь 43 секунды, поэтому все готово. Далее в эту кашицу, которая у меня получилась, я отправляю сметану, добавила сюда соль, перец, немножко паприки и немножечко куркумы. Взбиваю яйцо, все перемешиваю и по консистенции посмотрю, сколько нужно сюда отправить муки, потому что у меня здесь около 4 столовых ложек, так как у меня мускатная тыква, она не такая водянистая, соответственно, муки может понадобиться меньше. Вот такое в итоге получается тесто, не жидкое, но и в принципе не слишком густое. Сейчас посмотрим, как оно будет себя вести в сковороде. В разогретую сковороду я выкладываю блинчики, ну и обжариваем их обычным образом с двух сторон. Мне безумно понравилось после укусия, после этих блинчиков, это отличный вариант для завтрака, ну и же обеда, если вы хотите. На ужин, я думаю, что будет немножечко тяжеловато, но это уже выбирать только вам. Однозначно это вкусно, это интересно и это безумно полезно, потому что я не зря сейчас во многих рецептах своих ввожу тыкву и практически каждый день она присутствует, потому что пока есть сезон, я хочу им воспользоваться и насытиться тыквой. Везумно вкусно, интересно и очень оригинально. Так что желаю вам приятного аппетита, воспользуйтесь этим рецептом обязательно, не забудьте поставить лайк этому видео, пальчик вверх и написать комментарий. До скорых встреч, всем пока!